В ноябре исполняется 70 лет со дня основания легендарного советско-французского авиаполка Нормандия-Неман. Иванова французы называли не иначе, как колыбелью эскадрильи. В нашем городе был создан и базировался авиаполк. Его истории посвящен музей в 29-й школе. Группы со всех городов России здесь не редкость. Музей обладает уникальной коллекцией экспонатов, которых насчитывается более двух тысяч. Регулярно в экспозиции появляются новые предметы, связанные с героическими событиями времен Второй мировой войны. Среди последних экспонатов можно назвать переданные из французского музея нам увеличены копии марки по Нормандии-Неман, фотографии с автографами французских и советских ветеранов. Передал граф Андрей Борисович Ланской эти экспонаты. Книги, совсем недавно выпущенные по истории полка Нормандии-Неман, нам привезла Орловская делегация, из музея Фрязины передали. То есть у нас постоянно расширяется, пополняется экспозиция. О героическом прошлом в музее авиаполка Нормандии-Неман младшим школьникам рассказывают старшеклассники. В числе активистов 70 человек. Они занимаются исследовательской работой, проводят экскурсии, участвуют во встречах с делегациями. Французы – нередкие гости на Ивановской земле. В программе пребывания всегда есть пункт возложения цветов к памятнику полка, который установлен на разворотном кольце в Пустошборе. Французы, они удивляются всегда, что вот тут есть даже памятник. Приезжают, возлагают цветы, чтят память. И нравится им музей наш, им очень нравится всем. Всегда очень хорошие отзывы. Металлическая конструкция, посвященная легендарному авиаполку, с трудом напоминает памятник. Во всяком случае, многие ивановцы даже не догадываются, что этот знак посвящен французским летчикам и советским бортмеханикам. Выглядит он слишком неприглядно. От времени он покосился и даже начал ржаветь. Сбор средств на новый монумент возглавила Галина Азеева, председатель правления Ивановского отделения Российского фонда мира. Достигнута договоренность со скульптором Владимиром Суровцевым, автором памятника полку Нормандия Неман в Левурже. Стоимость новой скульптурной композиции составляет 7 миллионов рублей. Окончательный эскиз памятника пока широкой общественности не представлен. Памятник надо вписать в определенное место, в определенную архитектуру, в определенный ландшафт. И от этого тоже зависит композиция памятника. И если памятник будет на улице Лежневской, это один вариант. Если он будет здесь, это другой вариант. Поэтому мы пока не спешим, что называется, обнародовать. Ну и, конечно, денежный вопрос. Чтобы уже окончательно иметь право использовать разработки авторские Владимира Суровцева, мы должны иметь необходимую сумму денег, чтобы быть уверены, что мы продолжаем работу дальше. Сейчас сбор средств активно ведется. Отвлекаются не только предприниматели, но и простые люди. В контакте создана страничка, где учитывается каждый внесенный на благое дело рубль. Галине Азеевой помогают активисты. Именно они призывают молодежь к сбору средств в социальных сетях и напоминают о подвиге из Катрили Нормандия Неман. Это событие по-настоящему мирового масштаба. Это один из немногих случаев, в человеческой истории, когда разные народы, причем с совершенно различной идеологией, с различными ценностными установками, преодолевают границы внутри себя и сражаются вместе плечо к плечу. В нашем городе в живых остался лишь один бортмеханик авиаполка РС Михайлович Куликов. Отношение к существующему памятнику у него негативное. Ветеран помнит, как много лет назад на существующий монумент тоже собирали деньги всем миром. Я не знаю, чего он выражает, этот памятник. Я свою пенсию полностью отдал месячную, полностью отдал этот памятник. Но денег собрали очень мало. Может быть и поэтому получился он вот такой неприглядный этот памятник. Мне лично, когда французы приезжали, когда мы выстраивались около этого памятника, мне лично стыдно было за нашу страну. Одно из предполагаемых мест установки новой скульптурной композиции – сквер у 56-й школы Належневской. Но вопрос этот решен не окончательно и будет обсуждаться еще не раз. Главная задача – собрать деньги. Уже подсчитано, если каждый четвертый Ивановец внесет хотя бы 100 рублей, то новый памятник в Иванове может появиться уже ко дню Победы.